Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю, Миш, мне похуй, я так чувствую. Мы любим вот такие формы, форматы. Ну это пиздец какой-то просто, ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Копейки, совершенные копейки. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Ну, блядь, я заплакал. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? It's okay. Я вырос в туалете системе очко. Я увидел унитаз впервые в армии, когда меня в погранвойска забрали. Такой, блядь, а как смывать? Я ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда, и он ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться, но я остаюсь в тем, что это был великий сарказм. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там, так сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание, там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Так ты откуда-то такой? Ты же наш, сибирский. Ну, чему такой выродок? У меня на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала и дети тобой гордились. А если нам, наш папа, секунд, блядь, язык в шопу засунул. Они, безусловно, ошиблись. Это была, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они меня всунули, не разобравшись к твоей еде. Парадоксальным образом это то, что спасает мою жизнь. Понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Но если принять это за, ну, так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы. Люди предпочитают тысячу километров пешком идти, чем 38 там на машине доехать, да? Ну, я сцикло или я не сцикло? Великая компания, супер гуд. Но это их выбор. И я не могу на них, их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так, не глубинно, но осуждаю. Он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Мне 34 года нашей дружбы, куда деть? Мне сказать, иди нахуй. Так, не-не-не-не, это вообще не наше. Мы это... Это не... Я не могу, мне это противит... Это противит мои... Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Вот ее карма... Я борюсь сейчас за свою карму. А у нее карма уже все, она уже в раю. Она ангел. Я, если честно... Я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получил. Он все равно же не здоров. Вот объективно. Он же не здоров. Я никого не хочу осуждать, потому что... Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Мне надо никаких миллиардов. Я ничего не хочу. Я не хочу это видеть. Я хочу про это сказать всем. Ну, конечно, мы знаем, чего... Ну, конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Они знают. Я не знаю. Он мне никогда ничем не помогал. И никто мне не может это предъявить. Он мне не предлагал помогать, а я его не просил. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь. Я не могу от него отрекаться. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Я не стану помогать Легиону, как бы их там не расхваливали. Я помогу своим друзьям в подготовке. И все.